А вы в курсе, что в эти дни в сочинском цирке можно погрузиться в настоящую зимнюю сказку? В нашем городе с большим успехом проходят гастроли цирка Тамерлана Нукзарова. Цирк привез на побережье новогоднее шоу «Тайны ледяного замка». Ну а чутиться в сказочном мире зрителям помогут джигиты, воздушные гимнасты, акробаты, ну и, конечно же, животные. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И первый гость нашей сегодняшней программы Сергей Блохин, артист клоунского дуэта «Бутанти». Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Рады вас видеть в таком шикарном образе в нашей студии. Состарались для вас. Да, очень приятно, очень яркий, красивый костюм. Я знаю, что невероятный цирк Тамерлана Нукзарова уже покорил взыскательных зрителей в разных странах мира. Япония, Испания, Италия, Канада, США. Перечислять можно бесконечно, так же, как перечислять список наград, которые уже есть у цирка. Ну, позвольте, буквально несколько. Это «Золотой клоун». Его цирку вручили в Монте-Карло. Платиновая звезда цирк получил награду в Италии. И цирковой «Оскар» тоже есть в копилке цирка Тамерлана Нукзарова. Как вам кажется, в чем секрет такого замечательного, грандиозного успеха? Секрет мастера, можно с большой буквы говорить, Тамерлана Нукзарова, потому что он действительно мастер. Его мастерство заключается в том, что он любит лошадей, знает лошадей. И работает с ними так, чтобы нравилось не только зрителей, а в первую очередь ему. Вот если ему нравится, то и зритель будет доволен. Это всегда видно, когда артист выполняет не просто свою работу, а живет в этом номере. Это абсолютно верно. Расскажите о программе, с которой вы приехали в город Сочи. Она называется «Тайны ледяного замка». Что это за шоу? Это новогоднее представление. Новогоднее шоу, можно его по-разному назвать. Оно действительно может быть как простому русскому человеку представление. И для пущей, так сказать, важности можно назвать шоу. Но это цирковое представление, для нас оно всегда будет таковым. Это сказка о добре и зле, где крадут снегурочку, и прекрасный принц ее спасает. Какие будут персонажи, это лучше прийти в цирк на представление и посмотреть, для того, чтобы увидеть всю красоту этого представления. Наша программа работает не только с этим шоу, то есть не только «Тайны ледяного замка». В нашей программе также есть спектакль «Горская легенда о любви», «Вива Зора» и посвященный Дню Победы, «Салют Победы», так называется этот спектакль. Основан он, под основу берется наша программа. В основном номера Тамерлана Нукзарова, такие как «Почта», «Джигитовка», «Высшая школа верховой езды», в которой до сих пор, несмотря на то, что Тамерлану уже прилично в возрасте, ему 75 лет, и он самостоятельно работает верхом, вызывает… Это абсолютно не чувствуется, когда видишь его на арене. Ты никогда в жизни не поверишь, что этому человеку столько лет. Он работает как молодой и не дает никому, не уступает молодым людям. Абсолютно верно. Но вот что касается все-таки новогоднего представления «Тайны Ледяного замка», это все-таки больше какое-то современное шоу, или это старый, добрый, всеми нами любимый цирк, или какой-то некий синтез, может быть? Это театрализованно-цирковое шоу. То есть в представлении вы можете увидеть также сюжетную линию, которая ведет от начала представления к его логическому завершению. Но переплетаются, естественно, основой являются цирковые номера, которые без них цирк не будет. То есть цирк что такое? Это трюк. Удивить. Мы должны удивить зрителя, который пришел в цирк. И мы это выполняем. Я хочу сказать, что я видела постановку, и вы нисколько нас не обманываете, действительно удивляете каждого зрителя, сидящего в сочинском цирке. Сергей, ну вы являетесь артистом клоунского дуэта «Бутанти». Пожалуйста, несколько слов о вашем тандеме. Мы в представлении являемся гостями этой тайны, когда «Снегурочку спасают» и «Зимушка-зима» объявляет о том, что праздник. И мы являемся гостями этого спектакля. Мы начинаем представление. У нас репризы. Пять. Пять реприз, которые мы работаем после каждого номера. И они в большей степени ориентированы на детей. Потому что в дни новогодних каникул родители перед Новым годом все хотят устроить своему ребенку елку. И мы на период работы зимних спектаклей меняем полностью свои репризы, ориентированные на детей. Взрослым тоже не будет скучно, но в основном дети. Почему? Потому что они хотят участвовать. Они хотят участвовать в представлении и всегда с удовольствием нам помогают в наших репризах. Поэтому приходите, и каждый ваш ребенок будет также участвовать вместе с нами в Манеже. Ну и еще в целом, может быть, несколько слов. Чем еще цирк Тамрилана Нукзарова готов удивить сочинского зрителя? И вот какова уже реакция публики? Уже много представлений прошло. Что можете сказать? Да, мы уже отработали порядком приличное количество представлений. И на сегодняшний день ни одного плохого отзыва мы не слышали и не видели. Потому что у нас запущена программа такая в Инстаграме. Мы просим зрителей выкладывать фотографии с хэштегом «Сочи-цирк». И очень много, очень много этих фотографий и положительные, только положительные отзывы. Конечно, есть скептические, кому не очень понравилось, потому что в силу возраста. Либо сильно маленький, либо уже слишком взрослый. Но в целом все уходят довольные и говорят спасибо за такой прекрасный спектакль. А удивлять? Удивлять мы будем тем, что вы должны прийти и увидеть. Вы должны прийти и увидеть это представление. Это точно. Сергей, спасибо вам огромное за то, что нашли время и в таком чудесном образе пришли к нам в нашу студию. Все для того, чтобы вы улыбались. Спасибо большое. Спасибо. Ну а разговор о новогоднем шоу «Тайны Ледяного замка» продолжим буквально через несколько секунд. Цирк, спешите, гости к нам, сказку мы покажем вам. Будет страшно и смешно, в конце, конечно, победит добро. Ну и мы продолжаем наш разговор о цирке Тамерлана Нукзарова. Но я хочу сказать, что наша программа «В курсе» выходит в эфир уже больше двух лет. Мы записали порядка 150 выпусков, но таких гостей, как сегодня, у нас еще уж точно не было. Ну а сегодня в кресле гость о нашей программе – дрессировщик Аркадий Безматерный. И он пришел к нам не один, а со своим пушистым подопечным. Аркадий, здравствуйте. Добрый день. Радоваться в нашей студии. Расскажите о вашем партнере. Это маленький гимнадийский медвежонок, его зовут Григорий. У нас буквально недавно, где-то почти, ну, около трех месяцев, как нам его привезли. А сколько ему вообще лет сейчас? Или сколько месяцев? Он в этом году родился, ну, я думаю, где-то месяцев, наверное, 7-8 где-то. Расскажите, как сейчас вы с ним работаете, какие-то, может быть, уже трюки разучиваете, и когда он может уже выйти как полноценный артист на сцену цирка? Он уже работает, просто так, ну, выходит, ну, просто мы его привучаем к зрителям. Вот для нас уже достижение то, что он пришел сюда, не испугался, уже тоже дрессура считается. А вот насколько вообще легко или сложно поддаются дрессуре такие пушистые, косолапые артисты? Да, медведям очень легко поддаются. Главное, чтобы его вовремя приучить, чтобы он не был озлобленный. Главное, чтобы была ласка, доброта. Они очень легко поддаются. Ну, с каких обычно трюков начинаете, вот самые элементарные, может быть, и какие самые сложные считаются верхом дрессуры, может быть, с медведями? Ну, вот элементарно, хотя бы, чтобы он умел правильно брать печенье. Это тоже надо учить, чтобы он пальцы не откусывал элементарно. Ну, элементарно трюки, там, вот, вальски, кульбитики, там, ну, чтобы на задних лапах ходить, это азы, чтобы лапку не трогал, там, лапку не бил. Вот самые азы. Я знаю, что вы работаете не только с медведями, и в Сочи вы привезли трюки и с другими животными. Расскажите, пожалуйста. У меня в номере медведи, гималайские буры и собачки, королевские поделя. Ну, собаки, наверняка, очень, не только легко поддаются дрессуре, но и очень любят это дело сами по себе. Ну, я обычно, да, собаки, это самые такие добродушные животные, в принципе, и легко поддаются тоже. Ну, что это будет за номер? Как-то животные будут появляться все вместе или отдельно какие-то элементы? У меня в номере медведи и собаки. Я стараюсь сделать так, чтобы собаки и медведи работали вместе, то есть синхронно. То есть не так, как обычно, собака вышла, отработала, медведь вышла, а стараюсь, чтобы вместе работали. Пытаюсь. Как публика на это все действие реагирует? Ну, естественно, вот даже когда Григорий выходит, сразу реакция. Выходит маленький, просто необычно. Ну, обычно, когда всегда любят маленьких особенно. А потом появляется большой, тоже для них это неожиданно. Да, животные – это просто чудо в цирке. Ну, вообще, хотелось бы в целом поговорить с вами о программе «Тайны ледяного замка». Какое место в этом новогоднем шоу в целом занимают животные? И кроме замечательных медведей и собак, кого мы еще можем увидеть на арене Сочинского цирка? На арене Сочинского цирка, кроме моего номера, будут участвовать в других животных. Кроме моих животных, там будут лошади, леопарды. Очень много лошадей будет. Пользуясь случаем, прошу вас, пригласите, может быть, зрителей, для того, чтобы они окунули сказку и обязательно пришли на новогоднее шоу «Тайны ледяного замка». Пользуясь случаем, я хочу всех пригласить, жителей города Сочи, к нам на новогоднее представление. Приходите обязательно, будет очень-очень-очень интересно. Ну, Аркадий, спасибо вам большое за рассказ. Спасибо большое, что со своим пушистым партнером сегодня пришли и порадовали нас и наших зрителей. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ну, я напомню, что гастроли цирка Тамерлана Нукзарова продлятся в Сочи до 14 января. Спешите окунуться в настоящую новогоднюю сказку и попытаться разгадать тайну ледяного замка. Но представление будет интересно не только детям, но и взрослым. Ведь Новый год – это именно тот праздник, когда чудо и волшебства хочется абсолютно всем. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ходите в цирк и с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова